ПОСТАНОВКА Постановка, которая никого не оставляет равнодушным, ни взрослых, ни детей, в Международном центре театрального искусства «Золотой ключик» поставили спектакль «Собака». Мы побывали на его премьере и рекомендуем к просмотру. ПОСТАНОВКА Я вас поздравляю, потому что спектакль невероятный. Он просто скажет, что он берет за душу, это ничего не сказать. Люди плачут. Вы что-то такое достаете, что потом ты уже меняешься. Ради таких спектаклей вообще стоит ходить в театр. За это вам огромное спасибо. Я правильно поняла, что подобных постановок у вас еще не было? Это психологический театр, что называется? В чистом виде, в общем-то, да. Этот спектакль сделан в жанре, поставлен в жанре психологического театра. Мы потихоньку, скажем так, разнообразим репертуар, пробуем себя в новых формах, в новых жанрах, скажем так. Вот родственные души у Генри, он, скажем так, там драмеди, да, там и драма, и комедия. Вчера после спектакля тоже люди выходили, плакали и тоже говорили какие-то очень такие сокровенные вещи. Но «Собака» — это тот спектакль, который невероятно украсил наш репертуар. И этот материал, прежде всего, от Думбадзе. Ну, с одной стороны, удивительно, почему Думбадзе в Крыму еще никто никогда не ставил. Потому что это, конечно, кладезь всего. Его произведения, не только «Собака», и другие его рассказы, повести, да, и там в них столько юмора в том числе, и трогательности, и сокровенности, и самопожертвования, и Грузии, и всего того, что сегодня, мне кажется, не просто имеет спрос, не просто актуально, а необходимо, наверное, даже, потому что такой театр, как вы правильно заметили, он лечит душу, он очищает, и он весь негатив, он просто смывает. А был еще очень курьезный случай, поскольку у меня не так давно появилась собачка маленькая, такса миниатюрная. Вы видели в Инстаграм, периодически выкладываете. Она тоже наша актриса, она будет играть в новом спектакле, но я взял ее, приучая к репетициям, к процессу, к театру, к свету, звуку, я взял на репетиции, уже прогоны шли. И на момент, когда наша сценическая собака выходит, и вот здесь у нас выстрел есть, да, и в нее стреляет Бадрия, у меня у собаки началась истерика. Она лаять, начала так вот просто истерически, истошно, настолько она поверила, что здесь настоящая на сцене собака, и она в поддержку. И мы поняли, что Дарина настолько правдоподобна, естественно и органично вот в роли собаки, что правильным путем мы идем. Собака поверила по Станиславскому. Собака поверила собаке. Дарина, ну я вас поздравляю. Это не то, что попадание в образ. Вы просто перевоплотились в собаку. Я не знаю, как вам это удалось, ваши глаза, ваши повадки, ваши звуки, которые вы издавали. Вы не играли собаку, вы были собакой фактически. Как обживали пространство? Может быть, приходили сюда с собакой, ходили, обнюхивали каждый уголочек. Да нет, каждый уголочек не обнюхивала, но мы же все участвовали в том, чтобы собрать эту площадку, в том, чтобы насытить ее, в том, чтобы ее как-то обжить. Самое сложное, я вам скажу, самое сложное, это солома. Ребята, это солома. Она впивается везде, где можно? Она впивается, она везде залезает. Я вот первый раз, когда ее насыпали, это какой-то из прогонов был, я выхожу за кулисы, это что такое? Это зафактурино, все нормально. Как вы так подражаете, имею в виду, звуки, которые вы извлекаете? Настолько похоже, это правда? Вот если закрыть глаза, то кажется, что действительно собака воет. Слушайте, а вот с этим странно получилось. Знаете почему? Я вам скажу сейчас. Вообще не было такого, что мы сидели и говорили, так, как же собака, ну гав-гав или, ну, как это сделать? Да я не знаю, оно само пошло. Просто вот оно откуда-то изнутри вот таким звуком вышло, у меня было ощущение, что я вообще тут ни при чем. То есть происходят какие-то процессы, когда ты погружаешься, ты ныряешь абсолютно, с абсолютной верой, вот как ребенок. Вот они же играют, и они абсолютно в это верят. Ты попробуй ребенку скажешь, что, ну, ты что, ты потом наигрываешь? Ну, ты что? Нет. Ну, это тяжело. И вот, когда получается, когда попадаешь, вот ловишь эту волну, этот момент, я не знаю, как это, давай. Поймут ли меня? Потоки. Да, что потоки, давайте. Те, кто... Когда ты в потоке, да, оно начинает само как-то происходить. Остается просто следить за этим, и все. Этого события крымские зрители ждали полгода. Открытие основной сцены русского драматического театра имени Горького. И вот, наконец, долгожданная премьера. Музыкальная комедия «Сезон любви». Давайте вместе с вами посмотрим затем, как идет репетиция. Музыкальная комедия Владимир Владимирович, я вас поздравляю. Новый театральный сезон, и столько премьер запланировано сразу вами. А вы готовы к новому театральному сезону и к новому году театра 2019-го? Конечно, мы готовы к новому театральному сезону, как вы сказали, к открытию театра после пожарной закрытия его. У нас очень много премьер. Вот, и я думаю, что зрители удивятся, потому что мы умудрились выпустить при закрытом театре шесть премьер, спектаклей шесть. Ну вот здесь был сформирован определенный репертуар, да, можно к нему по-разному относиться, и вкус определенный тоже сформировался у жителей Симферополя в частности. Как вы считаете, готов зритель к другим постановкам? Все зависит от качественно талантливо поставленного вместе с коллегами-актерами спектакля. И со всей, тут цеха потрясающий, технический, пошивочный, столярный. Тут целое производство, огромный комбинат. И все тут профессионалы работают. Вот, поэтому я не думаю, что... Я не тот режиссер, который ввожу зрителей в шок в плохом смысле этого слова. Сотрудничаю уже много лет с великим художником Борисом Бланком. Это народный художник России. Он начинал с любимого «Таганку» когда-то. У него куча, огромное количество фильмов. Он лавриат трехник. Он президент гильдии художников кино и телевидения при Союзе кементографистов. У него столько званий всяких. Но он уникально простой человек и очень веселый, очень современный. И очень интересно мыслит. Несколько слов о том, что ждет за крымских зрителей. Когда театр не на новый сезон, когда приходит, это другая история. Когда приходит театр, который был закрыт. Это все-таки какая-то мрачная, драматургическая, драматическая история. И ставить какой-то классический, серьезный такой драматический спектакль. Я думаю, тут надо что-то вот открыться и как бы выветрить веселым жаром. Вот эту атмосферу негатива. А ее много накопилось за это время. Ее надо выдуть. И мы ее выдадим, я думаю. Очень много песен у нас. Все поют своими голосами. Очень много ушло у нас на вокальные репетиции, на танцевальные. Ну, я думаю, что это спектакль для души, простора, свободного зрителя, который сядет и скажет, ой, как хорошо. Расскажите, пожалуйста, кого вы играете, кто ваша героиня, а немножечко вот в самом спектакле. Я играю в Викторию. Это племянница тети Тони. Вот, я вообще-то такая заводила. Я прихожу в этот дом, к тети Тони, сбежала от своего прошлого. И люди в меня влюбляются. Я вселяю в них позитив, энергию, любовь. Но, правда, я чуть переборщила со своими стараниями. И вот Дима Кундрюцкий, который играет у нас с Петра Ивановичем, он в меня влюбился. И мы начинаем делать обратно. Я начинаю его, ну, как бы, чтобы он разлюбил меня. Ну, не знаю, так получается как-то это, так смешно очень. Очень так нелепо, смешно, но у нас вообще очень весело. Как вы обработаете с режиссером? С новым режиссером. С новым режиссером. Вы знаете, самый первый вопрос не только вы спрашиваете, а еще и наши артисты-коллеги. Все говорят, ну, как? Как он? Хорошо. Мне нравится то, что он режиссер-друг. Он тебя не мутузит, не говорит тебе, делай так, иди сюда, делай то. Разное бывает, всякое бывает. В театре это тоже надо понимать. Но вот он режиссер-друг. Он тебе говорит, вот давай, как сама, вот как это хочешь. Давай, вот почувствуй. И ты такой, да? Ну, давайте. И такой, раз, раз, раз. Вот это очень хорошо. Иногда, конечно, хочется, чтобы он тебя так... Чтобы если ты друг не туда, но это он тоже делает. Но тоже как друг, с позиции такого друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26 января на этой же сцене спектакль «Идеальная любовь». В основе постановки произведение Льва Николаевича Толстого Анна Каренина «Исповедь и плоды просвещения». В центре повествования история Китти и Левина. Какой путь прошли друг к другу одни из самых любимых героев Льва Толстого расскажет спектакль «Идеальная любовь». 27 января на сцене Луначарки знаковая для Севастополя пьеса «Чайка». Именно здесь ее с триумфом в присутствии автора показала на своих первых гастролях молодая труппа Московского художественного театра под руководством Станиславского. В современной постановке режиссер делает акцент на взаимоотношениях отцов и детей. Зрители, словно добрые соседи, наблюдают все жизненные перипетии семейства знаменитой актрисы Аркадиной, видя, как далеко готов порой зайти человек в стремлении доказать свое право на любовь. 26 января на сцене театра «Золотой ключик» спектакль по мотивам рассказов писателя О. Генри в постановке крымского режиссера Андрея Пермякова. Дух американского черно-белого кино стал отправной точкой в художественном решении и воплощении образов. Грим, костюмы, прически – все отсылает вас в ту романтическую эпоху, когда вместо тысячи слов говорили выразительные жесты, позы, глаза и события. 27 января на этой же сцене музыкальная зимняя сказка «Серебряный олень». По сюжету трое друзей – малыш-ежик, медвежонок и ослик – собрались в путь, в ту часть леса, где встретят серебряного оленя. Дорога предстоит дальняя и опасная, полная не только приключений, но и испытаний. Начало спектакля в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова